Возлежать и читать. О да! Возлежите вы часто. А вот читать что-то я не припоминаю у вас книгой. В Богородицком дворце музея участников рабочей группы по развитию туризма встречают князья и графини. Не только рассказывают о бытии и развлечениях в 18-19 веках, но и показывают, как обращаться с веером и понимать значение жестов, как барышни собирались на бал и даже какие карточные игры предпочитали. Сотрудники музея рассказывать театрализованной экскурсии помогают вдохнуть в экспозицию новую жизнь. Мы переживаем эпоху ренессанса, выражаясь историческим языком, потому что мы поменяли статус, стали областным, и развитие, конечно же, чувствуется. Но я думаю, до расцвета еще нам далеко, и это хорошо, потому что движение – это как раз и есть жизнь. Мы двигаемся вперед, увеличим количество посетителей, количество культурно-массовых мероприятий. Как повысить качество туристических услуг? Что мешает развивать туризм в малых городах Тульской области? И как увеличить турпоток? Эти вопросы обсуждают участники экспертной группы. Одна из проблем – в малых городах часто нет системы туристической навигации и качественных предприятий общественного питания. Вы знаете, что мы слышим от наших туристов? А где у вас можно русскую кухню попробовать? Говорит, ваша пицца нас уже в ООО. Или вот я ехал сейчас сюда, ну, извините, шаурма, шаурма. Профессиональный гид Сергей Цыпляев рассказывает, прибыли простые экскурсии не приносят. Нужно создать такие условия, чтобы гости задержались. Посетили ресторан, остановились в гостинице. Для этого, например, можно развивать свадебный туризм, что уже делают в Богородицком дворце-музей. Еще один вариант – парки. Сделать их живыми, с интерактивными программами для посетителей. А если программа будет вечерней, туристы и с ночевкой могут остаться. Пока же гостиница на 100 мест, которая находится в центре Богородицка, почти никогда не бывает заполнена. Кстати, принять участие в формировании программы развития региона может любой желающий. Сделать это можно на сайте 71.тулорегион.ру Любовь Зикунко, Андрей Сенчугов, Первый Тульский.